Они возводили города, участвовали в строительстве Московского метро и Байкало-Амурской магистрали, выполняли пятилетку в четыре года. Молодежь с беспокойными сердцами свои лучшие годы провела в одной из самых масштабных общественных организаций за всю историю нашей страны. Имя ей Комсомол. 29 октября легендарному союзу исполнилось бы 97 лет. На районном оперативном совещании об этом вспомнил и поздравил бывших комсомольцев Щелковского района. Руководитель администрации Алексей Валов поздравил от души в стихах. Но все же я хочу сегодня всех поздравить с Днем Чудесным. Комсомола. Не ради праздности, скорее ради тех, кого коснулась эта жизнешкола. Кто был наивным, может быть, пускай. Зато был честным, смелым, устремленным. И между прочим, ты не забывай быть молодым, а значит быть влюбленным. Разные страницы есть в истории первой в мире массовой молодежной организации. От времен кровопролитной гражданской войны и подвигов на полях сражений Великой Отечественной до ударной работы на мирных фронтах советской промышленности и науки. Слово «комсомол» было всеобъемлющим. Возраст комсомольца от 14 до 28 годов, которые происходят становление и развитие личности. Так работа организации пронизывала все сферы жизни молодежи. Последний первый секретарь Щелковского горкома ВЛКСМ Анатолий Петрунин вспоминает, что даже на излете перед распадом Советского Союза численность районного объединения насчитывала более 25 тысяч человек. По нашим временам число невероятное. Это была такая всеобъемлющая, всеохватывающая организация. И, конечно, работа велась по всем направлениям. Культура, спорт, труд. Если тебе, комсомолец, имя, имя крепи делами своими, за мандатами, удостоверениями, грамотами и наградными вымпелами бывших комсомольцев целая жизнь. Первичные организации комсомола существовали на каждом предприятии. Знаменитые социалистические соревнования под эгидой организации мотивировали рабочую молодежь на железную дисциплину и настоящие трудовые подвиги. Причем работали, что называется, за идею. Рафудин Балашов много лет отдал работе на 31-м заводе гражданской авиации, в том числе в качестве секретаря заводской организации. Рассказывает, что высшей благодарностью для юного комсомольца стало не премия и не продвижение по карьерной лестнице, а фото со знаменем Великой Победы. Раньше мы работали за благодарность, за грамоту. Редкий случай действовали премии. На заводе работала молодежь. То есть без молодежи завод не мог занять первое место, правильно? А чтобы он занимал первое место молодежи, значит молодежи надо работать. Чтобы не просыпала, ходила на работу, не прогуливала, не выпивала, училась. Так что у комсомольца была единственная привилегия быть первым. Однако именно это желание бороться и побеждать вкупе со всесторонней поддержкой комсомольцев-товарищей двигало представителей молодежи вперед. Этому же сопутствовала повсеместная организационно-воспитательная работа комсомола. Даже вот ежегодный турслет, который проводится у нас в Щелковском районе, замечательное мероприятие, то же самое. Этот турслет, он зародился в комсомоле, все это комсомольские идеи. Мы критиковали за то, что у нас не все комсомольцы активны. Я помню, это повестка каждого комсомольского собрания. А работает актив. Все комсомольцы этого недостаточно. Но это работали в каждой школе, на каждом предприятии. И по месту жительства ведалась работа. Одних танцплощадок в Щелкове, я помню, у нас парк Славия, ШТФ и Техноткань. Все это молодежные танцплощадки. Сейчас у нас в городе, к сожалению, их нет. Мы с детства воспитывались, начиная с яслей, детских садов, пионерских лагерей, которых, к сожалению, сейчас нет. Все это воспитывается молоком матери. Бывшие комсомольцы и давно уже люди состоявшиеся продолжают собираться вместе, готовятся к столетию легендарной организации. В отличие от многих бывших отделений, им удалось сохранить главный символ прошедшей эпохи – знамя комсомола. Сейчас артефакт передан Щелковскому краеведческому музею. Мне передал мой предшественник. Я считаю, что я обязан был его хранить. Это очень правильно, что передали в музей, поскольку это является нашим достоянием, наших комсомольцев, нашего района. Что ж, будем надеяться, этот элемент живой истории послужит примером и для подрастающего поколения. С днем рождения, комсомол. Александра Гранич, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково». КОНЕЦ «Щелково»